Запись продолжается. 8 июля 2017 года. Мы попробовали собрать клубнику. Вот что мы насобирали. Вот что у нас получилось. Сейчас мы попробуем это дело всё взвесить на весах. Давай, высыпай, Саш. Так, сколько там у нас по весу получается? Кило? 200 практически, да? Да, практически кило 200. Подожди, подожди. И клубника здесь вся в сборе, разные сорта. Вот есть вот такие. Это или гигантелла, или королева Елизавета, я не знаю. Но собирались те грядки. Так, вот. Но есть и помельче, конечно. Есть вот такая. И дело в том, что она, конечно, водянистая и не особо пахнет клубникой, как это бывает в хорошую солнечную погоду. Давай, высыпай. Так, теперь сколько в той кастрюльке. Ты выставил нормально? Вот. Здесь сейчас на весах кило почти 300. Ну вот, сколько получилось. Это вот первый раз, когда мы собрали клубнику в этом году. В прошлом году у меня её совсем не было, потому что она была в плохом состоянии. Неухоженная по разным причинам, от нас независим. Вот. Всё я сделала хорошо, всё правильно. Обрабатывала, подкармливала. Но погода подвела. Хотя клубника всё-таки есть. И даже вот такие экземпляры есть. Неплохие. Если бы погода была хорошая, ну, у нас, как всегда, если бы, да кабы. Ну, вот я даже не знаю, что с ней делать. То ли есть, то ли закрывать. Ну, она на самом деле не очень сладкая. Если варить варенье, то надо будет побольше сахара добавлять. В принципе, я килограмм на килограмм никогда не делала. Клубника была сладкая, поэтому я делала на килограмм клубники грамм 700 сахара всего. А здесь, наверное, придётся класть больше. Ну, ладно, я подумаю на эту тему. Пока всё.